Ну а тем временем, буквально пару дней назад, в нашей республике состоялось еще одно знаменательное событие. Итак, детское движение Якутия отметило свой 25-летний юбилей. Мы от всей души хотим поздравить всех тех, кто стоял у истоков детского движения. А поздравление принимать в нашей студии будет заместитель директора Республиканского центра развития детского движения Василий Семенов и Эльмира Алероева, лидер детской общественной организации «Орбита». Доброе утро. Доброе утро. Ну в первую очередь, конечно же, примите наши самые искренние поздравления с 25-летним юбилеем. Василий, вот скажите, что за день такой, день детского движения? Ну, можно начать с истории. 5 декабря 1992 года был создан Союз детских общественных объединений. И с 2013 года у нас работает Союз детских общественных объединений под егидой головы Республики Саха-Якутия и стремление Джулур. И на сегодняшний день мы охватываем более 783 детско-общественных объединений. Это насчитывает более 79 тысяч детей и подростков. По всей республике. По всей 9 тысячи детей и подростков по всей нашей Республике. Ну, главным принципом нового масштабного детского движения это является, стало партнерство государства и детских общественных объединений. А как ведется на сегодняшний день работа детского движения? Работа детского движения мы, как основную деятельность, мы делаем упор на концепцию развития детского движения, программу воспитания. И самое главное, вот, стартовал марафон детских общественных объединений 7 заданий головы Республики Саха-Якутия. И на сегодняшний день по указу президента Российской Федерации десятилетия детства, президента Российской Федерации Владимира Путина, это вот... Со следующего года стартует десятилетие детства. Да, десятилетие детства. Мы слышали, ага. Я хотела бы об этом чуть позже, да, затронуть. Эльмира, к вам вопрос, да, вы возглавляете детскую общественную организацию «Орбита», да? Вот что за организация, вот чем она занимается? Ну, детская общественная организация «Орбита» работает по трем из восьми направлений единого детского движения. Это такие, как «Наследник земли Оонхо», «Я юный вожатый», «Я рыцарь пера». По направлению «Я наследник земли Оонхо» мы реализуем различные социальные проекты по истории нашей школы, по истории нашего поселка, нашей республики. По направлению «Я рыцарь пера» у нас работает газета пришкольная, развивается. По направлению «Я юный вожатый» это направление курирую я. Мы участвуем на различных конкурсах вожатского мастерства и растим, так сказать, маленьких лидеров, делаем из них вожатых. А вот эти награды, они к «Орбите» как раз относятся, да? Да, это мои личные награды. Скажите, пожалуйста. Вот, да, какие достижения уже есть. Какая из них наиболее для вас ценна? Ну, я не могу сказать, какая наиболее для меня ценна, они все для меня ценны, но именно вот это вот я получила в 2016 году на конкурсе «Молодой лидер Якутии» стала победителем конкурса. Посередине вы видите конкурс вожатского мастерства, международный конкурс. Там я тоже стала победителем. И по итогам республиканского конкурса «Вожатское сердце Якутии». И Альмира на этом году, в связи с 25-летним юбилеем, стала лауреатом юбилейного года. И победительница не только всероссийского уровня, но и международного уровня. Мы сегодня гордимся своими детьми, лидерами. Альмира, скажите, а вообще для чего и когда вы начали заниматься вашей орбитой? Орбита вообще начала формироваться в 2014 году, как только появилось Единое детское движение Республики Саха-Якутия. Но до этого у нас было другое общественное объединение. Но меня завлекло. Я сам человек творческий. И с самого детства увлекаюсь различными сферами, так сказать, культуры. И просто мне предложили, и завлекло. Я вот до сих пор не могу от этого выйти, так сказать. В этом году вы заканчиваете одиннадцатый клан. Да, к сожалению, да. Какие планы у вас? Может быть, вы хотите связать как-то свою жизнь дальнейшую с этим? Ну, так как я вожатый и люблю детей, занимаюсь детьми с временным детским коллективом, я бы хотела жизнь связать с педагогикой. Скорее всего, буду поступать в Республики Саха-Якутия, потому что очень много есть планов, так сказать, именно на процветание поселка Жатай, также и Республики Саха-Якутия. Хочем продолжить тему десятилетия детства в России. Можете поделиться планами? Да. Создана рабочая группа на уровне правительства Республики Саха-Якутия. Разрабатывается концепция, и, как раньше я сказал, и основной план указан на закон детских общественных объединений Республики Саха-Якутия. И стартовал в марафоне 7 заданий главы. И все детские общественные объединения должны участвовать, уже участвуют на этом марафоне. И самое главное, лучшим руководителем детских общественных объединений учреждена премия главы Республики Саха-Якутия имени Нины Протуповой. А вот про марафон можете вкратце рассказать? Да, детские общественные объединения всех общеобразовательных школ в нашей Республике будут участвовать и должны выполнять 7 заданий. 7 заданий? 7 заданий. А какие это задания? А, 7, да? Там различные задания на, может, выполнение социальных каких-то проектов. Ну, каждый, если не ошибаюсь, это задания уже были в какое-то время, и каждый раз новые выполняют. Вы будете участвовать в ближайшем? Конечно, наша детская организация, она участвует везде, и ни одного мероприятия без нее не проходит, поэтому, конечно же, будем. Вы, наверное, как никто, знаете, да, что сейчас интересует детей? Зачем они увлекаются? Именно, смотря, конечно, зависит от, как сказать, возрастной особенности детей. Да, детей, да. Детей, как бы, до 14 лет интересуют только игры, а уже дальше общение, развитие, саморазвитие. А единое детское движение – это эффективная площадка, я считаю, для саморазвития ребенка именно. А, да, вот. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за позитивные новости в четверг с утра. Я думаю, что многим нашим телезрителям была полезна эта информация. Мы также желаем вам побед в новых конкурсах. Да, еще раз поздравляем вас с юбилеем. 25 лет – это действительно очень такая большая, хорошая цифра.